В холода, приезжая на дачу, первое, что хочется сделать, поскорее натопить помещение. Казалось бы, что такого хитрого в том, чтобы растопить камин? Но и здесь есть свои нюансы. Я приехал в магазин Форнакс на улице Большевистская, 73. Здесь у нас установлен действующий камин, на примере которого я покажу, как быстро и бездымно растопить камин. Чтобы разжечь камин так, чтобы дым не ввалил в помещение, нужно сначала вниз уложить крупные дрова. Еще одну дровишку возьмем. Затем, чуть повыше, наложим щепочек. У нас щепочки, конечно, такие, королевские прям, большие. Дальше можно положить бересту, сверху, снизу, и бумагу для розжига. На улице холодно, печь холодная, дымоход холодный, и тяги нет. Для того, чтобы тяга появилась, нужно прогреть дымоход. В нашем случае эту роль будет выполнять бумага и береста, и мелкие щепочки, которые уложены максимально высоко рядом с выходом дымохода. Подачу воздуха я тоже прикрываю, обычно перед тем, как растапливаю, чтобы весь воздух, который требуется для горения, он поступал через створ топки камина. Разжигаем. Если бы мы разжигали нашу закладку снизу, то тепло, исходящее от бумаги, терялось бы, проходя через лабиринт дров и щепок, и мы бы получили бы дым в комнату, а не в дымоход. Огонь сверху нашей закладки постепенно будет опускаться вниз. Возьмутся все дрова, и камин начнет отдавать тепло. Ну вот сейчас подачу воздуха можно уже открыть. Тяга появилась, можно прикрыть дверцу. И будем смотреть кино про огонь. Да, и подкладывать дрова на горящие угли нужно тоже аккуратно. Для этого нужно лучше всего прикрыть подачу воздуха и очень медленно приоткрыть дверцу камина. Затем положить дрова на горящие угли, и также аккуратно в обратном порядке проделать все действия. Надеюсь, наша новая рубрика зашла не только тем, кто лишь недавно начал знакомиться с дровяным отоплением, но и тем, кто считает себя гуру в этой теме. Первых я призываю оставлять свои вопросы в комментариях к этому видео, ну а вторых, там же делиться своими секретами, навыками и умениями. Ну а я с вами прощаюсь, до новых теплых встреч, пока!